Вы сегодня оставляли заявочку на горячую линию обеспечении медицинскими масками по льготной цене. Это так? Вам будет удобно, если я к вам в районе 10-15 минут подъеду, возьму у вас социальную карту для того, чтобы приобрести эти маски по льготной цене? Звонки химчанам, которые нуждаются в покупке товаров первой необходимости, для единоросса Александра Васильева стали уже делом привычным. В этот раз заявку на горячую линию оставила пенсионерка, которая захотела приобрести средства индивидуальной защиты со скидкой. С 12 апреля стартовала акция для пенсионеров. Одноразовые маски по 11 рублей. Александр Васильев отправляется к пенсионерке домой. Здравствуйте, я Александр Васильев, спасибо. Я добровольный. Вы мне сейчас дадите денежку, специальную карту, я поеду куплю, вам все привезу. Хорошо? Вы мне доверяете? Вы теперь доверяете. Доверяете? Спасибо большое. Мы вернемся скоро. Доброволец отправляется в ближайшую аптеку, где продаются маски по льготным ценам для пенсионеров. Всего в Химках 8 государственных аптек Мособлмедсервиса, где продают дешевые средства индивидуальной защиты. В том числе на улице Чекалова, Лавочкина, Пожарского, Мичурина, Чапаева, Молодежный и Школьный в Подресково, а также на проспекте Мельниково. Спасибо вам большое. Хорошего дня. До свидания. С дешевыми масками сдачи из покупки и социальной картой Александр Васильев возвращается обратно к пенсионерке и вручает ей ценный товар. Покупка масок стала особенно востребована в последнюю неделю. Говорит Александр Васильев. Впрочем, поход в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, вынос мусора и прогулка с собаками – услуги, которые также пользуются спросом у химчан. Тот человек, который находится в самоизоляции, звонит на горячую линию администрации городского округа Химки, оставляет заявку. Данные заявки аккумулируются в МЦУРИ. Дальше эти заявки передаются добровольцам и они, соответственно, их отрабатывают. Сейчас у нас вышло новое постановление, про которое все должны находиться в масках. Соответственно, очень возросло количество заявок по покупке масок по льготным ценам. Жителей 65 и старше. В Химках работают сотни добровольцев, которые доставляют химчанам товары первой необходимости. На сегодняшний день волонтеры обработали уже 2200 заявок. Александр Сергеев, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.